Итак, важный момент, о котором хотелось бы поговорить дальше, это как вы используете речь в процессе консультирования. Есть такая форма использования речи, как перефразирование, а есть парафраз. Это два разных способа использования речи. Ну, например, перефразирование. Человек говорит, я плохо себя чувствую. Консультант, вам дурно? Говорит, нет, нет, я плохо себя чувствую. Мне очень тяжело. А консультант говорит, ну, наверное, вам трудно переносить, что-то, какое-то затруднение. И клиент говорит, нет, вы не понимаете, меня как будто что-то здесь давливает. Консультант, вам трудно дышать, и они как будто говорят на разных языках. Понимаете? Когда вы консультируете, одно из правил, которое замечательно, вот если кто-то, кому-то посчастливилось консультироваться у Нельсона, заметьте, как только он начинает консультацию, он берет папочку и начинает записывать. Это важно. В этику консультирования входит то, что вы записываете. Первое. Почему важно записывать? Во-первых, вы можете эмоционально вовлечься, и когда вы пишете, все-таки мозги работают. Когда человек что-то рассказывает, его увлеклись, вы можете провалиться в клиента, поэтому ваша задача оставаться в себе и как будто протоколировать сессию. Это не формализм, друзья. Во-вторых, вы смотрите, какие слова используют клиенты. И используете именно эти слова. Вот перефразирование – это вот этот перевод слов клиента на свой язык и попытка к нему вторгнуться на его территорию со своей картой. Парафраз – это когда вы точно используете слова клиента. И когда он говорит, мне вот здесь как будто бы сдавило чем-то, вы говорите, я понимаю, вот здесь, здесь, да? Здесь сдавило. Да. И когда вы точности повторяете, у него остается впечатление, что вы его понимаете. Если вы начинаете использовать другие слова, вы не понимаете. Второе, зачем нужно использовать, вести сессию консультационную на бумаге? Потому что вы смотрите, как идут дела, откуда идет ход. Иногда клиент начинает путаться, и он начинает за здравию, потом за упокой, потом у него какая-то еще тетя всплыла из Ростова, понимаете? Потом муж у него пьет, вот, мама как бы ее не благословила, вот, а в детстве девочки били в школу. То есть, понимаете, цепляются очень много тем, что вам в таком случае нужно делать. Если вы обозначили время сессии 50 минут, оптимально 50 минут, потому что потом внимание съезжает. Вы можете 50 минут-час, но объявите 50 минут. Обычно так, сессия 50 минут, час длится. Вы можете до часа дотянуть, но больше нет смысла, потому что, ну, эффективность работы, она снижается. И вы устаете ей, человек устает и так далее. И если человек вам описывает целый комплексный симптом, там 50 пунктов, по которым у него отверженность, непринятость и нелюбовь, вы задайте такой вопрос. Я прошу его даже, кто конспектирует, записать. С какой проблемой мы поработаем сегодня? Понимаете? То есть, вы что хотите? Вот тетю из Ростова все-таки на тот свет отправить? Или мужа вернуть в семью? Мы будем говорить, кстати, о вот этих всех мужьях, которые не возвращаются почему-то. Вот. То есть, какая задача? Я предпочитаю говорить не в категориях проблемы, а в категориях задачи. Трансформируйте задачу, проблему в задачу. Что это значит? Заметьте, очень самый гениальный психотерапевт и консультант всех рементных народов, как вы думаете, кто? Иисус Христос. Помните историю с Вартемеев? У Вартемея была проблема. Он был слепой. Он услышал, что идет бродячий проповедник, очень популярный, которого зовут Ешуа. Что он начал делать? Он сидит в толпе и кричит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Это просьба о помощи? Да. Но конкретики в этом плане нет. Что делает? Иисус подходит, прикасается к нему и говорит, какой задает классический вопрос. Чего ты хочешь? Вот если вы забыли задать этот вопрос в консультации, вы будете на клиенте реализовать свой интерес. Вы им будете впихивать свой товар. Давай мы с тебя помолимся. А человеку не это нужно сейчас. Поэтому сначала идите за его просьбой. Если вы начнете удовлетворять его просьбу, я хочу разобраться, я понять хочу. Я как будто потерялась в жизни. Я как будто бы, ну, не знаю, какая-то пустота в душе. Понимаете? Если вы говорите, давайте помолимся. Давайте, я хочу разобраться, значит, начинайте разбираться. Когда вы начнете удовлетворять просьбу клиента, тогда постепенно человек откроется доверием. И тогда вы можете уже спокойно спросить, можно за тебя помолюсь? И дальше пойдете в молитву. Но если вы начнете что-то свое вталкивать до того, как вы услышали и поняли человека, и приняли его таким, какой он есть, вы не получите нужный результат. Поэтому записываем. Первый вопрос, конечно же, чего ты хочешь, чего бы ты хотел от этой сессии. Дальше вы конспектируете постепенно, что человек говорит. На каком-то этапе это нормально, если человеку нужно выговориться, и вы чувствуете, что вот как бы суть, вы поняли проблемы. Проблемы трансформируем в задачу. Например, там, сын меня не слушается, да? То есть, чего бы ты хотел? А чтоб сын меня слушался. Но очень важный момент, чтобы вы помогли, следующий шаг, разделить ответственность консультанта и клиента, то есть, клиента и его близких. Если сын меня не слушается, то в том, что зависит от тебя, да? Вот мы задаем вопрос, что ты можешь делать, если сыну 15 лет, он тебя не слушается. В принципе, нормальный переходный возраст. Но у тебя, давайте глубже идем, потерян контакт с сыном. Что в этом вопросе зависит от тебя? И дальше мы возвращаем человеку ответственность. То есть, мы не можем заставить слушаться. И, кстати, грубейший нарушением этики консультанта является, если консультант говорит дурацкую фразу, но которая очень похожа на христианское милосердие. Я поговорю с ним, он будет тебе слушаться. Вы не имеете права, как консультант, если этика консультирования соблюдена, нужно работать с чем-то другим, кроме клиента и его внутреннего мира. Когда вы вторгаетесь в жизнь клиента, начинаете там поговорю, там позвоню, там и так далее, вы становитесь другом, но перестаете быть консультантом. Задача – помочь человеку разобраться. Если, например, у матери потерян контакт с сыном, а вы имеете на сына влияние, можете что-то сказать такое авторитетное, что он начнет маму слушаться, или, например, что-то там куда-то не поедет, или какие-то деньги вернет, вы не поможете маме научиться строить отношения с сыном. Понимаете? Вы подарите рыбку, но не удочку. Понимаете меня? Вы еще со мной? Хорошо. Продолжение следует...